Из Татарстана. Татарский язык. Скажи, во-первых, знаешь ли ты татарский язык? Знаю татарский язык, но из-за того, что я уже о нем долго не разговариваю, он так же мне уже сложно дается, как и английский. Но вот смотри, тут недавно опять были ужасные споры в Татарстане по поводу того, что язык официальный татарский может быть или нет. И, в общем-то, это такой непростой вопрос, насколько я понимаю. Я вот скажу просто так. Я всегда восхищался своим народом и республикой Татарстан. То, что она, в отличие от других республик, всегда была очень адекватна и очень мудро развита. Я надеюсь, что они свои вот эти вот потрясающие качества не растеряют. И мы не впадем в такую религиозную бучу. А ты считаешь, что язык это с религией связан? Я не хочу про это разговаривать. Мне кажется, что это связано с какими-то непонятными стереотипами, которые почему-то их начали задевать. Поэтому я призываю всех к адекватности и здравому смыслу. Я надеюсь, что... Я уверен, что мой народ ошибок такого рода не совершит ни в коем случае. Но язык, вот ты считаешь, должен же быть официальным и обязательно изучаться в школе. С ним, безусловно, нужно знаться. То есть его нужно знать. То есть это должен быть самостоятельный выбор человека, да? Да. То есть если ты работаешь в кругу исключительно татар, то ты должен знать язык. Потому что ты все равно его будешь учить так или иначе. Конечно, ты же живешь в этой семье. Но если мы живем же в России, все-таки республика находится в России. И всегда это был... И там была многожанровость языков в том плане, то, что там были... И там все. То есть и татары, и чеченцы, и дагестанцы. И всегда все находили общий язык. Почему сейчас это вдруг всплыло, я не понимаю. Я надеюсь, что, опять же, я призываю к мудрости и адекватности. Ну, вообще, Татарстан сейчас один из самых развитых регионов. Он всегда был таким, на самом деле. Да, ты знаешь. Он всегда был таким. Я за это очень уважаю и безумно горд за свою республику. Они всегда были такими. Всегда. Субтитры сделал DimaTorzok